Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на игру Warhammer. Печать. Хаос. О, боже мой. Игра эта представлена в жанре стратегии и очень напоминает Rim Total War. Не надо мне говорить, что вышло раньше, потому что я, во-первых, не знаю, а во-вторых, я ложил хуй. На это. Да. Смысл этой игры в том, что вам дается определенная по численности армия, и вы должны разбомбить другую армию. Лично я в данный момент играю за крыса-человеков. Крыс. Ну, или можно просто ласково крысюков. Так вот они выглядят. Как вы сколдуете? А, как, как берем? А, вот так. О, боже мой. О, боже мой. Вот такие вот. Они похожи на гоблинов. К сожалению, нельзя ближе. А, можно вот так посмотреть. Стоп. А это есть гоблины? Вау. Прикол. А в игре все изображено, будто они крысы. Вот смотрите, гигантские крысы. А где же? А вот крысы. Окей, значит, гоблины и крысы. Но это ни хера не оригинально. Я все же надеялся, что это будет исключительно раса крысы. Тут еще и орки есть. Нет, неинтересно так прям печатком. Есть герои. Допустим, чумной жрец. Что, 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 что? Нас уже убивают, что ли? Ну, короче, будем ждать. Будем ждать врага здесь. У нас есть великан Хауселл, у которого есть трепет. При применении великан на 5 секунд парализует всех противников, находящихся вокруг него. Я вам почему все это заранее читаю, потому что в самом сражении я все пролюбу. То есть, вы там это не увидите, поэтому... Вот, боже мой, вы выбились. Так, тут несколько лет. Поэтому смотрим заранее, да. Чумовой жрец. Шар эпидемии. Выбрасывает сферу мора по цели, нанося ей до 2 единиц урона с 75-ю процентным шансом на дар. Дар? Какой дар? Дар хламидии, что ли? Юниты вокруг цели на расстоянии. Полуметра получают одну единицу урона с 15-ти процентным шансом на удар. То есть, сначала был удар, а теперь удар. Ёбаный шар. Я поэт. Прокаженная плоть. Герой и его отряды не чувствуют боли на протяжении 15 секунд. За это время 25 процентов всех, видимо, атак против Нита поглощаются заклятием. Вот это, кстати, неплохо. Надо будет завязать. Черт возьми, тут еще больше. Варп-бомбы. Она уже... Твою мать! Парни! Парни, сьябываем! Нет, видимо, придется сражаться. Короче, юзаем всю херню. Да? Это мы проюзали. Это мы тоже проюзали. Вархаммер. Какое-то говно сзади приехало. Острее они... Ну, в общем, в целом, чтобы объяснить вам, что такое Вархаммер-печать... Куда? Боже. Чтобы объяснить вам, понадобится всего два слова. Это, блядь, унылое говно! Ёбаный затянутый суток геймплей! Ни хуя не делаешь! Скучно так, что пиздец! Кто вообще подумал эту хуйню? Не строишь никаких зданий! У тебя сразу уже есть армия! Блядь, как же это скучно! Просто смотришь, как они дубасят друг с друга! А эти флаги! Эти ёбаные флаги закрывают мне весь геймплей! Я нихуя не вижу! Не то, что своих войск! Я вражеских войск нихуя не вижу! Вместо армии весь экран забит этими ёбаными флагами! Блин, их, наверное, можно как-то отключать в настройках, но... мне просто посрать! Я буду страдать и джаловаться! Просто флаги! Мои какие-то ёбаные крысы! Эти гнёблины убегают! Непонятно почему! Придурки! Вернитесь назад! У нас больше армия была, чем у них! И мы играем против изи-бота! Вы сьёбываете! Блин! Они съёмные! Чтобы эта игра была интересней, войска нужно подгонять пиздюлями под сраку! Реально огромными подсрачниками! Наконец-то они остановились! Только мы уже проебём! Потому что у них больше теперь войск! Всё просрали! Немощи! Небецилы! Дауны! Не играйте из-за гонки! В кончении! Прошло! Прошло! Героев мы тоже проебли! Всё проебли! Фу, отстой! Вот такой вот обзор игры Вархаммер Печать Хаоса, ребята! Благодарю за внимание! И советую вам не играть в неё! Всем спасибо! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok!